Друзья, всем доброго времени суток! Сегодня необычная тема и все-таки она касается медицинского аспекта психологии и возможно космической медицины. В жизни иногда бывают ситуации, обстоятельства, когда человек, попавший в них, оказывается полностью неподготовленным, без малейшего знания о том, как себя вести, какую выбрать модель поведения, что делать и как выйти из такой ситуации. А в результате такого незнания выключается интеллект. Человеком овладевает единственная эмоция – сильный страх, я бы даже сказал животный ужас и следующий за этим инстинктивный ответ – паника и полное оцепенение. В этом случае человек становится управляемой жертвой. Что делать, если вы стали очевидцем НЛО или невольным контактером? Кстати, в Организации Объединенных Наций появилась еще одна штатная единица – представитель человечества по связям с инопланетянами. Мазлан Отман – астрофизик из Малайзии, возглавляющая агентство ООН по проблему космического пространства. Эта женщина назначена ООН главной по связям с пришельцами. В 2011 году директор Управления Организацией Объединенных Наций по вопросам космического пространства Мазлан Отман выступила с речью, в которой заявила, что прежде чем Земля вступит в контакт с инопланетянами, у нее должны быть системы, обеспечивающие это взаимодействие. В любом случае ООН будет одной из первых, кто будет в курсе, если космонавты столкнутся с чем-то внеземным. Что же делать, если вы заметили неопознанный летающий объект, который движется или висит на значительной высоте? Рекомендуемые действия – снять его на телефон или видеокамеру. Возможно, вам удастся выгодно продать ваше видео, но не стоит махать руками и призывать внеземной экипаж приземлиться. Ведь может случиться так, что они вас услышат, и есть вероятность того, что потом вы будете этому не рады. Еще следует внимательно следить за тем, что происходит с самим НЛО. Ведь от него могут отделяться другие объекты, например, небольшие шары, падающие на землю и сгорающие. В таком случае следует постараться избежать сближения с этими шарами. Не следует также находиться непосредственно под НЛО, так как там образуется мертвая зона. Не следует находиться на расстоянии менее 100 метров, так как НЛО зачастую излучает жесткую радиацию. Постарайтесь оставаться незамеченным, спрятавшись, например, за угол массивного здания или дерева, а в крайнем случае просто лягте на землю. Помните, оставаться незамеченным и в безопасности – ваш приоритет в таких обстоятельствах. В случае посадки НЛО не следует приближаться к нему ближе, чем на 150 метров, особенно если рядом с аппаратом находится экипаж. Вам нужно постараться остаться незамеченным. Экипаж НЛО, обнаружив очевидца, вас в данном случае в большинстве случаев ведет себя враждебно и может напасть на вас. Известны случаи применения НЛО нафтами различного оружия, вызывавшего временный паралич, потерю сознания, общее ухудшение самочувствия, ожоги, а в редких случаях серьезные заболевания и смерть. Также иногда экипаж, обнаружив очевидца, может скрыться, лишив тем самым возможности себя наблюдать. После того, как НЛО покинул место посадки и удалился, не рекомендуется сразу же идти на место посадки, поскольку НЛО практически всегда оставляет на местах своей посадки очень сильную, так называемую, мертвую зону. Следует немного подождать, хотя бы несколько часов. Если вы вдруг, неожиданно, непонятным образом оказались рядом с инопланетянами или пришельцами, будем так их называть, ведь они могут быть жителями и из другого измерения, например. Так вот, если вас заметили эти существа, то необходимо создать впечатление абсолютно безопасного и пассивного субъекта, чтобы у существ не пробудились инстинкты и они не видели в вас угрозы. Любое действие обязательно вызывает противодействие и поведение чужих неведомы. Скорее всего, они предпочитают невмешательство, но в случае угрозы для их существования могут прибегнуть к радикальным мерам и нанести непоправимый вред. Задача человека избежать такого контакта, но сделать это нужно максимально корректно и доброжелательно. И если вас заметили и не высказывают явных мирных намерений, не обращаются к вам вежливо, телепатически или устно, пытаясь вступить в контакт, не заявляют о своих мирных намерениях, то есть просто вас заметили и пока ничего не происходит. Так вот, не испытывайте судьбу и их терпение. Лучше немедленно убежать или уехать с места происшествия. Известно немало случаев, когда очевидцам удавалось спастись бегством от преследователей, но нет сведений, что произошло с теми, которых догнали. Если же вы находитесь в машине, не следует выходить из нее. Она на некоторое время защитит вас от вредных излучений и поможет вовремя скрыться, если НЛО двинется в вашу сторону. Однако если машина заглохла, что часто случается вблизи неопознанных объектов, а сам объект движется к вам или еще каким-то образом угрожает, следует немедленно покинуть машину и попытаться скрыться. Во-первых, при встрече с неопознанным доставайте фотоаппарат, мобильный телефон, камеру, все что угодно и снимайте, 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 потому что потом вы сможете весьма заработать на этом материале. Если повезет, вас пригласят даже в какое-нибудь ток-шоу. Если же вас пытаются просто увести силой на корабль, а по неофициальной статистике исследователи НЛО это делают в первую очередь так называемая раса серых. Не бойтесь и не паникуйте, ведите себя достойно и главное дипломатично. Постарайтесь выяснить, что им нужно и с какой целью они вышли с вами на контакт. Не скандальте и не кричите. Если они действительно желают вас насильно похитить, это не поможет. У большинства инопланетян отсутствуют чувства, поэтому ваш крик и состояние ужаса, скорее всего, будут им непонятны. Самое главное ваша защита – собственные мысли. Обычно пришельцы владеют телепатией, поэтому сохраняйте твердую уверенность в том, что вы свободное существо и никто не имеет права насильно вас похищать и тем более причинять вам вред. Транслируйте мысленно, что этот закон работает во всей Вселенной. Если вы не собираетесь вступать в контакт с пришельцами, посылайте мысленные сигналы с отказом. Иногда это работает. Не соглашайтесь на проведение опытов над собственным телом. Попытки применить в ответ на насильное похищение тяжелую табуретку с железными ножками или биту может вызвать применение к вам специальных обездвиживающих и парализующих средств. Вы же не думаете, что сможете победить при помощи табуретки цивилизацию, технологии которой давно переплюнули все известные нам законы физики. А вот собаку или кота можно позвать на помощь. По некоторым источникам пришельцы иногда очень остро реагируют на любое проявление аномальных вещей. Известны случаи, когда домашние животные набрасывались на инопланетян, защищая хозяина, и те вынуждены были с позором ретироваться. Помните, что вы представитель земной цивилизации. Нравится им это или нет, но с вами тоже придется считаться. Если пришельцы предлагают вам посетить их транспорт, то есть НЛО, лучше не соглашаться. Но если очень интересно, все равно лучше не соглашаться. Но если очень-очень интересно, тогда оцените вид пришельца. Чем больше он похож на человека, тем лучше для вас. Оцените его эмоциональную составляющую, например, выражение глаз и эмоциональность в них. Попробуйте логически понять их желания и цели, пригласить вас на их транспорт или планету, а также получите заверение возврата вас в то же место и время на вашу родную землю. Потому что если вас не возвратят, то фотографировали и снимали вы все на камеру зря. Если все-таки вы уже оказались на корабле или планете пришельцев, следует вести себя крайне осторожно, так как вы полностью во власти пришельцев и вернуться сможете лишь по их воле. К тому же они явно готовы к отражению агрессии с вашей стороны. Следует подчиниться их требованиям. Попытайтесь заговорить с ними и узнать у них как можно больше. На их провокационные вопросы типа «А вы понимаете в звездной картографии?» следует отвечать «Да», иначе вам могут не ответить, сославшись на ваше непонимание. Если вы захотите потом, возможно, после вашего возвращения, доказать факт похищения, попытайтесь украсть у них какую-нибудь небольшую вещь. И даже если пришельцы это заметят, скорее всего, они просто отберут ее, но не будут откручивать вам голову. В 1953 году американский адвокат и бывший вице-президент Международной астрономической федерации Эндрю Хейли опубликовал статью, в которой обсудил идею обращения к инопланетянам, какое хотел бы иметь любой человек, несмотря даже на то, что они могут совершенно отличаться от нас и быть из других миров. Эта идея стала известна как метазакон. Затем метазакон сформулировал австрийский адвокат Эрнс Фазен. В него вошло три ключевых принципа. Первый – инопланетяне и люди равны. Второй – люди не должны вредить инопланетянам. Третье – люди должны понимать желание инопланетян жить и иметь для этого безопасное пространство. На мой взгляд, непонятно, почему в этот закон не включен пункт о том, что инопланетяне не должны вредить людям. Уфологи считают, что эксперименты инопланетян над людьми не исчерпываются только исследованием анатомии и хирургическими операциями, после которых, как правило, на теле человека не остается никаких следов. Время от времени появляются сообщения и о более явных проявлениях контактов пришельцев из космоса. Основная версия проведения инопланетянами медицинских опытов – это попытка создать гибрид человека и инопланетянина, способного существовать и размножаться на нашей планете. Подтверждение сказанному – сенсационное сообщение, пришедшее из Непала. Государство, которое наравне с Бразилией, давно уже является объектом пристального внимания уфологов всего мира. Доктор Вон Сингх, руководитель научной экспедиции, изучавший феномен НЛО в горных районах Непала, в одном из селений видел и даже обследовал с помощью современной аппаратуры шестимесячного младенца, который, в отличие от своих сверстников, уже ходит как взрослый и с умным видом постоянно что-то говорит на непонятном никому языке. Внешне ребенок не отличается от себе подобных, но от внутренней. С помощью рентгена Сингху удалось выяснить, что у мальчика отсутствует сердце, легкие и другие привычные для человека органы. Вместо них внутри грудной клетки находится довольно крупное образование, название которому в земной медицине не существует. Матерью уникального младенца является 15-летняя местная жительница. Отцом – странное существо в облике красивого, бледнолицого юноши, спустившегося с неба и туда же вернувшегося. Попытки Сингха забрать младенца из селения потерпели фиаско. Местные жители аргументировали свой отказ тем, что отдав ребенка, они тем самым навлекут население гнев богов. Другой инопланетный ребенок вот уже несколько лет живет под присмотром ученых в одной из глухих венгерских деревушек. Микла Бире, так зовут ребенка, сейчас ей уже идет 10-й год. И она также является плодом любви несовершеннолетней земной девушки и инопланетянина. Правда, по этому поводу специалисты спорят. Дело в том, что в отличие от своего непальского брата, Микла сочетает в себе черты и человека, и животного. Поэтому одни уфологи считают, что ребенок – результат принудительного скрещивания пришельцами землянки и животного. А другие, что отцом Миклы является инопланетянин, анатомически мало похожий на человека. Мать девочки ничем помочь ученым не может. Под гипнозом она вспоминает лишь, что ее с силой доставили на НЛО и подвергли медицинским исследованиям. Далее в памяти провал. Микла прекрасно чувствует себя в человеческом обществе, а животные и птицы льнут к ней, как к своему вожаку. Девочка понимает их речь и переводит ее на язык людей. Биологи и генетики надеются с ее помощью досконально изучить язык животных, которые, по предварительным данным, значительно богаче, чем считалось до сих пор. Умственные способности Миклы уже сегодня оцениваются в 200% по сравнению с нормой, установленной для детей 10-летнего возраста. Что же такое гуманоид? Определение рас в качестве гуманоидных носит достаточно вольный характер. В основном необходимо, чтобы раса имела сходную с людьми анатомию. Две ноги, голова с двумя глазами, нос для дыхания и обоняния, рот для питания и общения. Руки должны симметрично быть расположены по бокам тела и оканчиваться кистями с несколькими пальцами, с помощью которых можно взаимодействовать с различными предметами. Ноги должны оканчиваться ступнями и использоваться для перемещения. Волосы у гуманоидов обычно концентрируются на голове. Допускаются некоторые отклонения от стандарта, позволяющего считать расу гуманоидной. Например, нет ушей, носа или волос. Имеется два отростка на голове, на те, которые иногда бывают у животных. Но все равно в таком виде эти существа считаются гуманоидами. А вот у негуманоидных рас имеются заметные отличия от людей. Например, хвост, дополнительные конечности, крылья, дополнительные головы или отсутствие позвоночника, отсутствие волсяной растительности или, наоборот, изобилие ее. Первый представитель гуманоидов – это человекообразные существа, которые разделяются на две категории. Человекообразные высшего порядка и человекообразные низшего порядка. Человекообразные гуманоиды высшего порядка обладают духовностью, хорошо имитируют различные проявления человеческого разума. В нашем представлении выглядят как умные и талантливые люди. Их внешность очень близка к облику землян. Та же форма, те же детали внешности. Их средний рост примерно от 150 до 220 сантиметров. Цвет кожи, волос и черты лица, как у землян. Они имеют такие же манеры движения и также земной голос. Наиболее часто встречаемый вид одежды – комбинезон. Среди них выделяются существа обоих полов – это мужчины и женщины. По свидетельству очевидцев, человеческие существа могут иметь различную внешность. Существует описание пришельцев необыкновенно красивых, высоких, светловолосых, с красивыми чертами лица и фигурой. Некоторые представали перед землянами в образе женщины необыкновенной красоты. Также есть свидетельства о смугокожих костях с темными волосами, напоминающих жителей южных регионов. Еще один тип, близкий и похожий на человека – это нордический тип. Этот тип гуманоидов весьма напоминает людей, но отличает его особая статность, красота, светлые волосы, как это мы привыкли считать присущими истинно нордическому типу. Это в основном мужчины, но изредка встречались женщины о редкостной красоте. Гуманоиды этого типа отказываются фотографироваться и избегают появляться на глазах. Нордический тип – самый гуманный и миролюбивый из всех рас внеземного разума. Одежда у них похожа на униформу или комбинезоны темно-голубого, коричневого или серого цвета. Одежда может быть блестящей. На ногах – обычные короткие сапоги. Светлые волосы – короткие у мужчин и спускающиеся до плеч у женщин. Цвет кожи нормальный или коричневый. Отмечались смешанные группы с тем и другим цветами кожи. Как правило, они не агрессивны и не носят с собой оружие. Второй тип гуманоидов похож на детей. С точки зрения человека их внешность нормальная, но вот рост маленький. Это около одного метра и немножко больше. И поэтому они похожи на детей. Одежда или не имеется, или она белая или светло-голубая, похожая на униформу, иногда облегающая серо-зеленого цвета. Обычно они носят блестящую полосу на груди или свет на каждом плече, на голове, а на голове шлем. Кожа у них белая или нормальная, глаза слегка косые. В некоторых случаях у них широкие плечи. Поведение при встрече с людьми обычно бегство. Иногда дружественное поведение. Не было отмечено враждебности или применение оружия. При контакте беседуют на родном языке жители Земли. Следующий тип – космические лилипуты. Они чаще всего сопровождают трех палых гигантов, но встречаются и поодиночке. Рост этих существ едва достигает метра. Ноги короткие и заканчиваются какими-то копытами, что не мешает этим гуманоидам быстро передвигаться и уходить от назойливых свидетелей. Эта раса также трехпалая. Руки несоизмеримо длинные, тонкие и свисают до самой земли. На лице ясно различаются крупные, слегка миндалевидные формы черные глаза. Нос, рот и уши неразличимы. Создается впечатление, что микрожители Вселенной носят на лице защитную дыхательную маску, которая скрывает детали лица. Космические лилипуты одеты в серебристые комбинезоны. Характер у них миролюбивый. Следующий вид – так называемые человекообразные уроды, гуманоиды или человекоподобные существа, строение которых близко к человеческому, но имеет по земным меркам уродливые анатомические отклонения. Это большая голова, нетрадиционное количество пальцев, отсутствие волос, чрезмерно бледный цвет лица. Чаще всего они являются обладателями очень больших глаз, иногда с вертикальными зрачками и не мигающим взглядом. Их средний рост составляет от 90 до 150 см. Способ общения – телепатия, движение от обыкновенных до плавных. Скорее всего, эти гуманоиды очень сильны, хотя об этом не скажешь по их внешнему виду. Наиболее часто вступают с землянами в контакт, который характеризуется то как маленькие шалости, то как жестокие пытки. Имеется два пола. Одежда чаще всего напоминает серебристый комбинезон или космический костюм. Обладает совокупностью паранормальных способностей, то есть тесновидение телекинез, телепортация, телепатия, левитация, хождение по воде, гипноз, экстрасенсорика. Есть информация о том, что они живут среди нас, но обнаружить их достаточно сложно. Поэтому их можно зафиксировать только при выходе из НЛО. Зеленые человечки. По описаниям очевидцев, как правило, они не носят одежды и скафандров. Лишь в одном случае свидетельств о контакте с этим видом гуманоидов указывалось на наличие облегающей одежды и шлема на голове. Кожа у них зеленого цвета. Поведение агрессивное с тенденцией к похищению. Среди тех, кто контактировал с подобными пришельцами, не отмечалось отсутствие оружия. А также стремление вступить в контакт или разговор. То есть опыт контакта с подобными существами ограничивался принудительными медицинскими исследованиями похищенного. Вид трехпалые гиганты. Излюбленное место визитов – земля Нижней Саксонии. Рост этих существ от 2 до 2,5 метра. Голова относительно тела огромная. Глаза хорошо различимы, как две фары на грузовике. Уши и нос не просматриваются. Кожа гигантов имеет светло-голубой оттенок, поэтому кровь у них голубая. Особенно впечатляют руки гигантов. Кисть руки почти вдвое больше головы. Трехпалая. Имеется два пальца и большой палец. По виду эти космические гиганты в основном представлены особями мужского пола. Серые гуманоиды. Названы так, потому что у них серая кожа. Серые существа также низкорослые – от 90 до 120 см. У них несоразмерно большая голова, без растительности. Внешне – плохо развитые конечности. Тонкий торс. Классический тип серого гуманоида имеет либо маленький, либо неразличимый нос. Маленький безгубый рот. Тонкие пальцы, которые заканчиваются коготками или присосками. Сообщения о серых гуманоидах приходят преимущественно из США. Так, в Розуэльских событиях 47-го года прошлого века в штате Нью-Мексико, когда были найдены тела инопланетян, именно это были серые гуманоиды. Тела подверглись вскрытию и обнаружили ряд удивительных анатомических особенностей внутреннего строения. Так, у них нет пищеварительного канала, выходного отверстия. Вместо крови какая-то жидкость. Сердце и печень отсутствовали. Либо не были найдены патолого-анатомами. Мозг был хорошо развит, но структура его отличалась от серого вещества человека. В штате Нью-Мексико и Техас разбилось несколько летающих тарелок с экипажем серых существ. Вид рептилоиды. Некоторых гуманоидов можно квалифицировать как рептилоидов. Их отличительный признак – чешуйчатая кожа, как у змей, крокодилов или других рептилий. Тело складчатое. На руках и ногах – когти. Глаза светятся желтым или зеленым светом. Гуманоиды такого типа отличаются жестокостью. Совершают насилие над людьми, в том числе сексуальные. Рептилоидов некоторые свидетели отождествляют сатаной или сатанинским воинством. Считается, что они принадлежат к так называемым инфернальным сферам Вселенной или к адским силам. Если верить свидетельствам, упоминание имени Христа вызывает у них резкую реакцию. Предполагает, что именно рептилоиды явились прообразом дьявола в Новом Завете, который предстал в образе змея, искушающего первых людей. Следующий тип – роботоподобные существа или киборги. При встрече создается впечатление, будто они сделаны из металла или другого искусственного материала. Но чаще всего имеют какую-то полимерную оболочку, имитирующую кожу человека. Цвет оболочки может быть от нежно-человеческого до грубого неестественного цвета или даже фосфорицирующего света. Встречается как небольшие двуногие формы, ростом около 15 см, так и машины огромных размеров до 6 метров в высоту. Иногда их путают с гуманоидами, то есть роботы одеты в похожие костюмы. Их движения угловатые, точкообразные. Некоторые очевидцы говорят об их головных уборах, напоминающих шлем сварщика с перегоревшим устройствами в виде пузырьков. Способ общения – от металлического голоса до телепатии. В некоторых случаях встречались враждебные отношения. По рассказам очевидцев, роботы служат для выполнения различных технических операций, начиная от анатомирования трупов животных до формирования газового облака, предположительно для усыпления. Также эти существа могут летать и телепортироваться. Следующий тип – существа, напоминающие животных. Их внешний вид может быть очень близким к рептилем, млекопитающим, рыбам, но могут также менять или маскировать внешний облик. Часто они могут быть покрыты мехом или иметь хвост, большие когти и зубы, чешую, а также необыкновенные, например, светящиеся глаза. Их средний рост составляет от 180 см до 2,5 м. Таким существам можно отнести сказочных или мифических особей, например, русалки, оборотни, лешие, водяные. Чаще всего они передвигаются на двух конечностях. В некоторых случаях эти существа бывают сильно стулые, двигаются неуклюже, обезьяноподобно. Иногда описывают их враждебные отношения. Способы их общения различны – от звериных рыков до телепатии. Пол неразличим. Обычно их появление сопровождается сильным и неприятным запахом. Могут обладать некоторыми паранормальными способностями, такие, например, как телекинез, телепортация, телепатия, левитация и гипноз. И в завершении этого вида так называемый переходной тип гуманоидов – это инсектоиды. Эти гуманоиды напоминают насекомых. Довольно редкий, но характерный тип. У них длинные и тонкие конечности. Передние конечности заканчиваются чем-то вроде захвата или клешли. Глаза огромные, фасеточные. Таким существам легче всего переносить чудовищные ускорения, которые возникают при длительных межпланетных и межзвездных перелетах. О том, что насекомые лучше, чем лекопитающие и вообще высокоорганизованные животные переносят гигантские гравитационные перегрузки, знал еще Константин Эдуардович Солковский, который лично проводил подобные эксперименты с тараканами. Перегрузки могут также возникать не только при старте и торможении космического корабля, но и при выполнении им тех сложных, а по земным меркам немыслимых пируэтов, когда неопознанный летающий объект, не снижая скорости, меняет направление полета. Друзья, подписывайтесь на медицинский канал и канал Телеграм. Также вы можете присоединиться к партнерской программе Ютуба ЙОЛА. Ссылка на канал Телеграм и партнерку ЙОЛА вы найдете под этим видео. Всем здоровья, весеннего настроения и до новых встреч на медицинском канале.